Приветствую всех! В прошлом ролике мы разобрали с вами некоторые моменты из нового обновления, намекающие на возможное появление легендарного топора Тёмной Скорби. Также в самом Святилище Господства мы сможем найти кристаллы, которые сможем инкрустировать в наше оружие и усилить его. Можете посмотреть этот ролик по подсказке выше или по ссылке в описании. Но в процессе создания этого ролика ко мне пришла интересная идея. Может ли Тёмная Скорбь стать оружием, способным расколоть проклятый клинок Андуина и освободить короля? Позже я прочитал несколько комментариев с аналогичной идеей, за что вам огромное спасибо. Следовательно, не я один замечаю такой сюжетный момент. Сегодня мы поделимся своей теорией о том, сможет ли Тёмная Скорбь выполнить свою изначальную роль, а именно сразить Повелителя Мёртвых и как это может произойти. Напоминаю вам, что это всего лишь наша теория, основанная на фактах из истории. Начинаем сразу после небольшой рекламы. Друзья, те из вас, кто играет в World of Warcraft или другие MMORPG, постоянно сталкиваются с нехваткой времени на прокачку и не могут посвятить дни недели на фарм голды. Но есть решение проблемы. Добро пожаловать на loot4pay.com, маркетплейс игровых ценностей. Здесь представлен широкий ассортимент. Игровой валюты, различных услуг, в частности повышение рейтинга, аккаунтов, предметов и обучения. Вас ждут 170 игр и безопасные сделки, перенос репутации и отзывов с любых площадок, где вы торгуете. Только при переносе отзывы немного изменяют, чтобы не было бана продавцам на других площадках. Не стоит переживать по поводу безопасности. Продавец получит деньги только после того, как покупатель подтвердит выполнение всех условий со стороны продавца. Также интуитивно понятный интерфейс не заставит вас долго искать нужную вам опцию. Скорее заходите на loot4pay.com. Постараемся максимально кратко рассказать свои мысли, чтобы не было никакой воды. Изначально темная скорбь создавалась для свержения короля лича. Именно она должна была разбить рунный клинок Артаса, то есть ледяную скорбь, а затем поглотить душу повелителя мертвых. Тем самым навсегда запечатав его в темнице. Однако, несмотря на все задумки Дариона, топор не выполнил своей роли и герой, вооруженный им, пал в бою против Артаса. И лишь после этого Тирион расколол проклятый меч мощным ударом испепелителя. Простыми словами, темная скорбь, которая создавалась довольно долго и сложно, заготовленная специально против повелителя мертвых, не выполнила своей основной задачи. Тем не менее, ее история не была окончена. Она остается на Азероте и ждет своего часа. Опять же, Магрейн возлагал на нее огромные надежды, считал этот топор единственным оружием, способным навсегда победить короля лича и очистить Азерот от зла, порожденного Артасом. Дарион не мог просто взять и забыть об этом. Возможно, вы не знали, но основание темной скорби – это перекованный молот принца Лордерона, тот самый, который он выбросил возле постамента проклятого клинка в Нордсколе. Самое интересное то, что сила света Артаса была настолько велика, что его молот даже спустя десяток лет, пролежав в заснеженной пещере, сохранил свою мощь. И когда герой коснулся его, тот взмыл воздух и испепелил всю нежить, находящуюся там. Да, сила Артаса была очень велика, но он совершенно не знал, как ею распоряжаться. Можно сказать, что темная скорбь – это оружие света и тьмы, прям как пророчество, ведь оно совместило в себе священный молот, заряженный энергией света, темную кровь древнего бога Йоксарона в виде металла саранита и осколки ледяного трона. Понимаете, насколько она уникальна на самом деле? Даже ледяная скорбь создана намного проще. Она была просто клинком, выкованным примасом и усиленным кристаллом господства, в то время как легендарный топор состоит из нескольких сильнейших компонентов, усиленных сущностью короля Лича и его слуг. Запомните все это, особенно момент с молотом Артаса. Сейчас Дарион Макгрейн, как и все остальные главные герои, находятся в загробном мире, а также мы имеем большую угрозу в лице темного андуина с его проклятым клинком, королевской скорбью. И хотя многие поправили меня, что Андуин не является прям королем Личом, а больше как чемпионом тюремщика, мне все равно удобнее называть его королем Личом, потому что он по факту обладает такой же силой, выглядит практически точно так же и теперь имеет еще собственный рунный меч. Может он и не повелевает нежитью, но является тем же созданием, что и Артас во время битвы на вершине Ледяного Трона. Так вот, если Испепелитель не подойдет в качестве оружия, способного расколоть королевскую скорбь, то в этот момент Дарион Макгрейн может вспомнить о своем главном проекте, предназначенном специально для этой цели, который до сих пор находится где-то на Азероте, полностью заряженной разной силой. У нас есть новый король Лич, это Андуин и есть Темная Скорбь, предназначенная для уничтожения рунного клинка Повелителя Мертвых. Однако самого короля Альянса никто убивать, конечно же, не станет. Хватит и клинка. Вспомнив это, Макгрейн может послать нас обратно на Азерот и даже в Цитадель Ледяной Короны, чтобы отыскать легендарный топор и принести его в загробный мир. Возможно, его план все-таки сработает в этот раз. Вооружиться Темной Скорбью может не кто иной, как Болвар Фордрагон, поскольку он дал клятву спасти Андуина любой ценой. И к тому же он отправляется вместе с нами в Кортию только ради этого. Он должен лично встретиться со своим воспитанником. Получается, что Болвар реально принесет последнюю жертву, навсегда избавив мир от власти страха из-за Короля Лича. Таким образом, легендарная Темная Скорбь все-таки выполнит свою главную задачу, а после раскола Королевской Скорби падет последний Король Лич и останется совсем недолго до окончательного поражения Тюремщика и избавления Вселенной от проклятия господства. Можно все обернуть даже так, что Артас все-таки спас Азерот от зла, поскольку его молот был перекован в величайшее оружие, уничтожившее последнего чемпиона Зваала. Собственно, вот такая теория. Очень жду ваших мыслей в комментариях. Можете дополнить мои слова или поправить, если где-то я неправ. Это помогает каналу развиваться. И самое главное, это очень помогает мне становиться лучше как автору. Также очень прошу вас подписаться на канал. В последнее время YouTube снова стал сам списывать десятки людей. И я не один страдаю такой проблемой. Или же отпишитесь и подпишитесь снова. Это реально помогает оптимизировать нормальную работу платформы. Очень прошу вас сделать это. Большое вам спасибо за просмотр и за то, что сделаете то, что я попросил. И до новых встреч!